Всем здорова, меня зовут Николай и это канал про анимацию, канал который называется NI Video. И сегодня мы разберем с вами как сделать в Adobe After Effects вот такую замечательную штуку. Это называется Background, анимированный бэкграунд, анимированный фон, быстро движущиеся полосы. Такой фон довольно популярен в различных мультфильмах, в презентациях и в рекламе. Соответственно для ваших видео он тоже может пригодиться, тем более что это выглядит довольно прикольно. Давайте же поскорее разбираться пошагово, как его можно сделать в Adobe After Effects. Открываем Adobe After Effects и нажимаем New Composition, то есть даем новую композицию, пишем название композиции, любое, которое вы хотите, напишем Main. Далее выставляем соотношение сторон, рекомендую выставить как у меня 1920х1080, 30 кадров в секунду фреймрейт вполне достаточно, длительность, но тоже выставляйте как вам удобно. Я поставлю 5 секунд, Background Color не важно, не имеет значения, нажимаем ОК. У нас создалась новая композиция и работать будем сегодня в основном в этой нижней части, то есть на рабочем столе и с Timeline. На рабочем столе мы нажимаем правой кнопкой мышки, идем в New и создаем новый Solid. Также новый Solid можно создать через вкладку Layer сверху, New и Solid, либо через горячие клавиши Ctrl Y. Давайте попробуем через горячие клавиши, отлично все получилось. Называем наш Solid как угодно, ну вообще это будет наш как бы самый первый слой, то есть бэкграундный слой, и я назову UBG для того, чтобы лучше ориентироваться. Соотношение сторон не меняем, все вот эти значения не меняем, цвет нам в принципе не важен нашему слою, поэтому нажимаем ОК. Создался новый слой, и что мы делаем дальше? Мы для этого слоя должны применить эффект Gradient Ramp, то есть Gradient накинуть. Где мы можем найти вообще эффекты? Вообще эффекты хранятся в вкладке Effects, но здесь они разбиты по группам, и не всегда понятно, в какой группе находится какой эффект. Поэтому есть более простой способ, есть такая вот в правой стороне, в правом, ну да, в правой стороне получается Adobe After Effects есть под меню Effects and Presets. Если у вас его вдруг по какой-то причине нет, вы можете его включить, чтобы оно здесь появилось. Для этого достаточно нажать вкладку Windows сверху, и найти Effects and Presets, и активировать ее, то есть чтобы у вас здесь стояла галочка. Если у вас ее не стоит, значит у вас здесь этого под меню нет. Вы его нашли, и дальше вы выделяете нужный слой, можно в принципе и не выделять, и пишите в поиске Gradient Ramp. Вот этот наш прекрасный эффект, он в подкладке Generate, в группе Generate. Давайте проверим эффект, эффект и Generate Gradient Ramp. Все правильно, не обманут, прекрасно. Мы берем этот эффект и тянем его на наш бэкграунд. Отлично, у нас появился слой, точнее не слой, а градиент. Черно-белый, нам не нужен черно-белый, нам нужно что-то посимпатичнее. Давайте зададим Start и End Color, то есть стартовый цвет и конечный цвет. Стартовый цвет сделаем чуть поярче. Конечный цвет сделаем потемнее. Понасыщеннее. И мы видим, что у нас появились две вот такие вот точечки. Это наше значение Start и End градиента. То есть, грубо говоря, как у нас реагирует стартовая часть градиента и конечная часть градиента. Мы берем, допустим, верхний кружочек и тянем его вот сюда. И нижний кружочек тянем вот сюда. У нас получается, что градиент, он как бы по вот такой вот диагонали располагается. Но вы можете располагать градиент так, как вам будет удобнее для вашего проекта. И как вы задумали, потому что в моем случае анимация будет происходить вот именно по вот такой диагонали. В эффекте градиент-рэп также можно выбрать вид градиента. Либо это линейный градиент, либо круговой градиент. Неважно. Но я оставлю линейный. Мне так будет удобнее. Для моей задачи будет более подходящим линейный. И давайте рэп скеттер увеличим примерно до 200, наверное. Все, с этим слоем мы закончили. Создадим новый слой. Опять же через правую кнопку мышки. На рабочем столе New. Соль. Назовем его Давайте Lights. Цвет не имеет значения. И все эти значения оставляем также неизменными. Нажимаем ОК. У нас появился новый Солид слой. И к этому слою мы применим следующий эффект, который называется Fill. Вот он. Опять же он в подпапке Generate находится. Fill. Тащим его на наш новый слой. У нас он закрасился красным. Но он по умолчанию красит красным. Поэтому если у вас, допустим, в нашем программе другой цвет. Вот у меня красный. Поэтому мне, в принципе, красный подходит. Но если у вас тут зеленый, допустим, то вам лучше изменить цвет вашей заливки слоев. Эффекты Fill. Сделать это можно вот здесь. В значении Color. Нажимаете и меняете на любой, как я могу. Заблагорассудится. Я ставлю красным. И дальше нам нужно повернуть наш слой по направлению движения нашего эффекта. Нашей анимации. И у меня они двигаются вот по такой диагонали. Поэтому я буду поворачивать по диагонали. Для этого я выделяю мой слой Lights. Нажимаю кнопку R. Английскую. Букву R на клавиатуре. И тяну вот за вот это значение. И поворачиваю по таким углом, по которому мне нужно. Вот так. Прекрасно. И далее мне нужно растянуть все-таки заполнение по всему моему viewport. Для этого я опять выделяю Lights и нажимаю кнопку S английскую клавишу S на клавиатуре. И у меня открывается здесь значение Skill. То есть масштаб. И масштаб я увеличиваю примерно вот таким образом. Отлично. Для чего я это сделал? Я это сделал для того, чтобы добавить сюда масочку. То есть мне нужна сюда масочка. И масочка нужна именно вот под таким углом. Для этого я выделяю, обязательно выделяю мой слой Lights. И в верхней панели инструментов я нахожу такую опцию, такой инструмент, как Rectangle Tool. У вас здесь может быть что-то другое. Например, Rounded Rectangle Tool, Ellipse Tool, Polygon Tool, Start Tool. Для того, чтобы выбрать именно Rectangle Tool, вам нужно правой кнопкой мышки зажать вот здесь на любом из этих значений, который у вас будет, допустим, у вас Polygon Tool здесь. Вы зажимаете, прошу прощения, не правой, а левой кнопкой мышки на Polygon Tool и ищите Rectangle Tool. Вот он. Отлично. И дальше я с выделенным слоем, подчеркиваю, рисую маску. Вот таким вот образом. Прекрасно. Я даже, наверное... Ну, хотя ладно. Пускай будет такая маска. Вы можете сделать ее чуть поуже, чуть поменьше. Но главное, чтобы она заполняла эту область, где вы хотите, чтобы отображался ваш эффект. Что я делаю дальше? В выбранной маске я открываю подменю этой маски. И меняю значение Feeder, то есть размытие. Я поставлю его на 200, допустим. Нет, все-таки у меня широковатая маска получилась. Наверное, я ее уменьшу. Я ее уменьшу. Все-таки, наверное, сделаю вот как-то вот так. Чтобы у меня уголки мои все-таки были немножко... Немножко заметны. Вот так. Ну, в принципе, нормально. Вот. Я растушевал масочку. Я могу даже растушевку еще побольше сделать. Наверное, 300. И значение маски, то есть Mask Expansion, я заминусую до минус 40. То есть у меня вот так вот получилось. Вот такая вот. Такая область. Окей. С этим закончили. Прекрасно. Но. Где же все-таки наш, блин, эффект-то? Когда же он наступит? Где же эти линии? Сейчас мы их и сделаем. Мы выделяем наш слой Lights. И нажимаем на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl D. То есть мы дублируем наш слой Lights. Ну, давайте его переименуем. Я переименую его в 1. То есть это будет как бы мой основной слой по моему эффекту. И слой 1 я удаляю эффект Fill. И применяю другой эффект, который называется Fractal Noise. Вот он. Он находится под папки Noise and Grain. Если вы захотите, откройте его через вкладку эффекта. Мы берем этот эффект Fractal Noise, тащим его на наш слой. И вот он, наш Fractal Noise. Прекрасно. Давайте разбираться, что делать здесь. Здесь в окне эффект Controls нашего слоя 1 мы находим Fractal Noise. И идем по порядку. Fractal Type мы не меняем, оставляем Basic. Noise Type мы оставляем Soft Cleaner. Не инвертируем, то есть мы не нажимаем Invert. Оставляем без галочки. И добираемся до контраста. Вот контраст мы будем выкручивать примерно до 2500. Может даже до 3000. У нас вот меняться что-то начинает. Отлично. И яркость, то есть Brightness мы выкрутим примерно до 200. У нас получается вот такая вот карта мира. Черно-белая. Идем дальше. Оверфлоу мы не трогаем. Transform открываем. Вкладку Transform. И здесь мы делаем следующее. Мы убираем галочку с значения Uniform Scaling. То есть, грубо говоря, мы можем теперь масштабировать ширину и длину нашего эффекта отдельно друг от друга. И что мы делаем? Ширину мы увеличиваем до 4000 примерно. И высоту уменьшаем примерно до 20. Вуаля! Что-то уже похоже у нас получается. Прекрасно. Для того, чтобы продолжить работать именно с анимацией готового визуального эффекта, нам нужно сделать что-то с этой белизной. То есть, у нас как-то бело-черный такой получается эффект. Но это не совсем то, что нам нужно. Потому что у нас же все-таки красное присутствует. Нам как-то красным бы привести, наверное. Что нам нужно сделать для этого? Для этого нам нужно к этому же слою 1 применить эффект, который называется CC Toner. Вот он. Мы его перетаскиваем либо вот сюда, либо вот сюда. Отлично. В эффекте CC Toner нам нужно изменить значение тонов с 3-х тонов до 2-х тонов. И в вкладке Shadows, то есть тени, нам нужно наши тени привести к более такому красному значению. Окей. Вот так вот примерно. Бордовое. Но белизна никуда не ушла. То есть, у нас наши линии-то стали чуть как бы вот в тон красному, но белизна никуда не ушла. А это все потому, что нам нужно на нашем слое, слое 1, изменить режим наложения. Мы открываем режимы наложения. И меняем их на Multiply. Ну да, уже что-то похожее получается. Мы даже можем, наверное, Shadows немножко сделать. Вот так вот. Выразительно. Немножко. Окей. Хорошо, но что же дальше? То есть, у нас как бы есть статичная такая картиночка. Ничего не меняется. Нам надо, чтобы оно менялось, чтобы оно бежало, летело и так далее. Для этого мы обратно возвращаемся в наш эффект Fractal Noise и находим параметр в Transform, который называется Offset Turbulence. Offset Turbulence отвечает как раз вот за вот это вот повторение нашей анимации до бесконечности. Что нам нужно сделать? Нам нужно поставить два ключика. Вот здесь. Допустим, на первом кадре мы ставим значение 960, 540. Ставим ключик на все это. И идем в конец, в конец. И здесь мы поставим значение, допустим, 4000 по X. То есть, у нас есть X направление, Y направление. Мы поставим 4000 по X. И вуаля. Воу. Что-то двигается. Но как-то медленно. Давайте немножко увеличим. То есть, вот это вот последний keyframe. Мы нажмем на наш слой. Один. Нажмем кнопочку U на клавиатуре. Нам откроется наш keyframe. То есть, вот первый наш keyframe. Вот последний. Второй. И здесь давайте увеличим до 30 тысяч. Тогда будет вообще быстро. Вот так будет. Прекрасно. Отлично. Супер. Ну все. В целом, бэкграунд готов. Поэтому можете на его основе делать различные презентации. Какие-то видосики пилить. То есть, ставить его на фон чего бы то ни было. И это будет смотреться свежо, прикольно, модно, молодежно. В общем, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях туториалы по каким еще эффектам, по какой анимации вы бы хотели увидеть на русском языке. С вами был Николай, канал NI Video. Всем рок!